Здравствуйте, уважаемые трейдеры! У нас снова видео, как обычно, по понедельникам, посвященное макро-статистике. Я вкратце расскажу о том, что стоит ожидать от текущей недели, которая началась совсем недавно, сегодня понедельник. Какие индикаторы будут выходить и что важно, что не очень важно. Начнем с понедельника. В понедельник у нас выходит IFO Business Climate. Особо не стоит обращать на этот индикатор внимания. Ничего важного здесь нет. Вы знаете, выборы в Германии прошли. Я буквально покажу, как открылся рынок на евро, пока мы не пришли к календарю полностью. Вот такой был гэп небольшой и уже цены котировки евро отыгрывают этот гэп, возвращаются к уровню выше 1.19 уже. Что касается календаря, вернемся к нему. Вторник у нас чуть важнее, чем понедельник, потому что продажи новых домов не вызывают никакую неозабоченность, неинтерес у инвесторов. Хотя стоит отметить, что вторичка, рынок вторичного жилья уже который месяц снижается. Августовское снижение было связано с ураганом Ирма, Харви. А вообще с мая уже снижается количество сделок на вторичном рынке. Посмотрим, что будет на первичном рынке продажи новых домов. Здесь тоже видите такой небольшой разворот, 571 тысяча было, хотя на пике было 630, даже я думаю 638, вот пик. Это мартовские данные. Среда у нас товары, заказаны товары длительного потребления, очень волатильный индикатор. И тоже находится на минимуме за последние несколько лет, на 6,8% снизился за июль. Да, наверное, это были данные за июль. Да, за июль. Сейчас ожидается, что вернется индикатор на уровень плюс один уже, ну и как обычно вот в этом коридоре останется. Хуже было только один раз в 2014 году, когда индикатор упал почти на 18%. Четверг достаточно важный день. Во-первых, выходит инфляция по Германии. И чем она важна? Тем, что сейчас очень важный момент для ЕЦБ. ЕЦБ обещал нам в октябре выдать сразу несколько решений, целую пачку документов подписать, если так можно сказать. Или просто сказать о том, что они будут делать в ближайшее время. Так что инфляция по Германии, по Еврозоне, по другим европейским странам очень важна сейчас для того, чтобы ЕЦБ понимал, что происходит. Стоит ли нажать на газ и поднять ставку где-то там в начале 2018 или там через год. Или же стоит еще немного потерпеть и присмотреться к ситуации. ВВП США. Конечные данные по ВВП США. Ожидается, что на 3% вырастет ВВП. Достаточно важный индикатор. Кстати, мы будем делать прямой эфир. Всех жду 28 сентября. Вот как раз момент выхода. Это будет 15.30 по Москве, по Киеву, по Таллину, по Риге. Везде сейчас одинаковое время. Мы будем отслеживать выход этих данных и в режиме реального времени комментировать я буду. Уже один у нас прямой эфир прошел. Это было заседание ФРС. Я комментировал его в момент выхода. Так что всех жду 28 сентября. И, наконец, пятница. Что можно сказать? Если убрать Японию и GFK Consumer Confidence, то важно, мне кажется, даже не безработица в Германии, а сразу можно уже ждать ВВП по Великобритании. И все остальное не столь важно, потому что безработица в Германии достаточно низкая и не сильно меняется. Даже рынок не ждет изменения. Никакого не ждет. А вот ВВП по Британии, если будет 1,7, то будет повод к фунту немного откорректироваться. Вы видели фунт. Он уже достаточно сильно взлетел. Буквально я сейчас переключу на нужный график. Где же у меня фунт? Вот он фунт. Консолидация какая-то сейчас идет. Это дейли график. Так что все, что ниже 1,7, даст нам уход куда-то там на 1,33. Но если цифра окажется в районе 2%, то ждите повышения ставки от Банка Англии уже совсем скоро. Понятно, что оно будет рано или поздно. Вы видите... Я сказал инфляция, да нет? ВВП. Это ВВП будет. Банк Англии уже готов повышать ставку. И быстрый, более ускоренный темп роста экономики помогут сделать это уже на ближайшем заседании. Может быть, а может быть, еще одно заседание переждет Банк Англии. Ну, хочу сказать, что момент сейчас очень важный. Буквально пара заседаний осталась до повышения ставки. Наверное, это будет первый банк после ФРС, который пойдет на рост ставок. И все, что нам нужно, это чтобы ВВП был в районе 1,9. Я думаю, тоже поможет Банку Англии принять уже решение. В прошлый раз было 2%. В общем-то, вот такая неделя. Не особо богатая на новость. Хотя ВВП по США и ВВП по Великобритании это уже хорошие, мощные, так скажем, макроданные. Уже они делают неделю интереснее, чем предыдущие. Хотя нет, предыдущая была достаточно активная. У нас же ставка выходила. Конец сентября. Лето закончилось. Наверняка начнется снова волатильность. Все ее ждут. Что можно сказать? Рынки уж очень долго находятся в ситуации без коррекции какой-либо. Хотя бы 3%. И это долго длиться не может. Рано или поздно наступит серьезная коррекция. Хотя бы 3%. Давно этого не было. Но если рынки продержатся еще 10-20 рабочих дней, то нынешняя ситуация попадет, хотел сказать, в книгу рекордов Гиннесса. Нынешняя ситуация окажется рекордной по количеству дней, когда рынок не падал на 3% и более. Рекорд принадлежит 95-96 году. 241 рабочих дней рынки росли. И не было ни одной коррекции 3% и более. У меня все. Я вам желаю хорошей недели, хороших торгов, трейдинга, профита. Ставьте стоп-лоссы. И жду вас уже во вторник. Сейчас я уточню. Во вторник у нас будет, как обычно, вебинар. И в четверг, когда будут выходить данные по ВВП США, у нас будет прямой эфир. Всех приглашаю, всех жду. Будет интересно.